Мы уже находимся рядом возле Victoria's Secret. Сейчас мы попробуем его приблизить. Один из центральных Victoria's Secret и Pink. Хочу там поснимать немножко. Посмотрим, получится или нет. Хочу зайти в свой любимый магазин. Все-таки попала в магазин Victoria's Secret. И это настоящий ныряк с показом. Так это все выглядит красиво. Как вам? А вот сзади. Как красиво все блестит, сверкает. Классно. Здесь несколько этажей. Если подойти внутрь в здание, в лестнице, внизу находится Pink. Здесь большой, огромный кран с показом. И там много-много-много этажей. Это все в магазине, так понимаю, Victoria's Secret. Атмосфера тут всегда нарядная, праздничная. На втором этаже здесь сразу возле ступеник находится еще один раритетный наряд с показа. Но в реальности он маленький. Я вам хочу сказать, что девушки-модели они крупные. Они такие крохотные, аккуратные. Это второй этаж. Пойдемте посмотрим, что тут есть. Ого. Да. Камера моя не передает, за которую все красиво сверкает. Мне кажется, это купить нельзя. Это просто как для коллекции. А тут украшения, которые были на показе. И еще один наряд. Моя камера не передает сверкание камней. Ну и ладно, ничего страшного. Если подниматься со второго этажа на третий этаж по ступенькам, здесь вот такая вот красота неоновая. Прямо Лас-Вегас. Это тоже с показа. И здесь тоже один наряд с показа. Правда, я не помню, какого года. Но все это находится под охраной. Мне нравится вот эта вот картина, где половина бабочки с зеленой на девушке. Классно смотрится. Только что подошла с присылом. У охраны разрешили делать видео. То есть все нормально. На четвертом этаже находится коллекция и снарядов. Это все очень красиво. Вы такое где-нибудь видели? Это просто обалдеть, как красиво. Да, девчонки-модели, они крохотные, я вам хочу сказать. Боже, как они это носили. Я могу только предполагать эти те самые эскизы, по которым делаются наряды фарбокс. Мне кажется, я это видела в реальной жизни. Это было пару сезонов назад. Тут крылья. Хотите быть бабочкой? Приезжайте в Нью-Йорк на четвертый этаж. Виктория Секрет. Реальные наряды с показов. В общем, я вам покажу все, что здесь есть, поскольку официальное разрешение мне дали. Слава богу, язык на английском у меня подвешен. И мы друг друга поняли. Сказали, делай видео сколько твоей душе угодно. Да, что-то в этом есть. Вот этот наряд. Вот этот эскиз. Вот он. И вот он в реальности. Боже, какие они крохотные. Девчонки-модели Ангела Виктория Секрет. Он очень маленького размера. Это XS, может, даже меньше. Может, 2 XS. То, что они высокие, это да. Но они очень худенькие. Очень-очень-очень. Люди, которые создают эти наряды, они действительно талантливые от природы. Это дар, который им был дан. Вот так это все создается. Хотите себе такую студию? Да. Я просто, не знаю, в Ауде, мне все это так нравится, нравится, нравится. Кошмар какой-то. В хорошем смысле этого слова. Тут немного людей. Такое все прозрачное. О, какой красивый. Мне вот это вот серое нравится. Но, не знаю, или вот это вот серое, или вот это вот серое, которое там подальше. Извините за субъективное мнение. Розовые туфельки. Босоножки. Розово-оранжевые, красные крылья и зеленый набор. Шикарно смотрится. И вот это красиво тоже. Туфельки. На Валентина похоже, кстати. А может, это они есть. А это просто для какого-то карнавала. Знаете, когда это было маленькое и у Барби был такой наряд в журнале? Ну, естественно, не в реальной кукле, а просто как картинка. Но, так сказать, это очень красиво. Вот мне просто интересно, когда после показа они их стирают или нет. Все детали красивые, украшения, аксессуары. И вот этот вот наряд. Ну, он тоже небольшого размера. И перья. Перья, кстати, натуральные. Тоже красивые наряды. Знаешь, что идти наряды достаточно... Ну, то, что они уникальны, это понятно, но достаточно дорого стоит. Это просто... Если покупать эту, то в этой же коллекции на УЗИ не продается. И вот эта вот серая, которая мне понравилась. Я не знаю, что-то в этом есть. И темно-темно-зеленые туфельки. Но стиль послеживается. Так и хочется на себя померять, честно. Вот. Так, ага. Вот описание. Эти все наряды были с выставки, которая проходила... Не с выставки, а с показа, которая проходила в прошлом году, в 2016-м, в Париже. Это, получается, сегодня у нас апрель. Четыре месяца назад. Четыре месяца назад. Ну, сегодня начало апреля, то есть март, январь, февраль. Март — это три месяца. И в конце ноября был показ. То есть четыре месяца назад. Красивый день у нас. Я не могу. Даже парни пришли на выставку. Красивая ротажа. Я бы этот серый бы купил. А, кстати, а внизу была фотография, кто это называл. Абжистика. Надеюсь, вам понравилось вот такая вот моя незарисовочка. Приезжайте, посмотрите. Это все доступно. Это все очень классно. И последний наряд, вот оранжево остался. И тут буквы. И список моделей, которые принимали участие в шоу. Вот такое количество девчонок. Такое количество нарядов. Вот этот последний наряд. просто нечего передать. Сколько много деталей. Сколько много камушков, стеклярусов, мессера, стразов. Какая-то кропотливая работа. Очень красиво, действительно. Да. Шикарно. Это большой талант. Молодцы ребята, которые все это создают. Дизайнеры, рукодельницы, которые все это воплощают реально своими талантливыми ручками. Это истирать, наверное, не нужно. Просто смотреть и даже не одевать. Цвет на камере он красный, непрянности. Он темно-фордовый, такой вишневого цвета, минный. Вот эта часть красивая. И каблучки. Бежевые туфли, обшиты камушками. Что делать, если чулки порвутся? Такой лучший тайтаж. Мало кто об этом месте знает. В общем, приходите. Такой бодуар находится на третьем этаже. Как все красиво. Я думаю, это Ферджи. Ну, кто это? Я затрудняюсь сказать. Девчонки, подскажите мне в комментариях. Красиво, да безумие. Потолки на самом деле и двери, точнее не двери, а как сказать, розового цвета. Почему-то на камере они красные. Красиво. Да-да, и я тоже в красном. Красиво. Туфельки, чтобы дома нужно такое, чтобы каждая девчонка у себя имела какую-нибудь такую этажерочку с красивыми вещами. Почему бы и нет? Быстренько покажу вам кассы, магазины. Полы здесь, как в Сифоре, в полосочку. А в Сифоре снимать никто не даст. Так все красиво выглядит. Как вам такая? Комната ожидания. Когда вы ждете в свою очередь на кассе. Хорошая касса, вот и была такую. Девчонки, каждая должна быть вот честно, запечатлена на такой фотографии. Или наподобие, как на заднем фоне девчонки. Почему бы и нет? Все так красивых надо любить. Хожу, снимаю, пока никто ничего не сказал. Слава богу. Была бы на воле, я бы скупила здесь весом. Надеюсь, вам понравилось. Такое большое видео от меня. Еще одна красивая комната. Ходите тратить свою зарплату. Еще наряды с показа. Такое же оно все маленькое. Очень маленький размер. О percentage весом. Остальное это место. Продолжение следует...